так погнали всем привет меня зовут тимур ромашка это мир дружба жвачка подкаст сегодня мы общаемся со сценаристами сериала это алексей иванов и а еще александр белов с нами да привет сегодня мы обсуждаем пятую серию она пока мой фаворит из всего что было и так классно что в ней показаны какие-то стереотипы у 90-х типа там перестрелки бандиты наркотики там цыгане еще что-то а вот именно какая-то такая бытовуха вот это бытовуха 90-х какие-то настоящие эмоции давайте мы сейчас посмотрим и послушаем фрагмент не это не нравится чего опять накрыла прихожу он уже часто с ним такое не особо отведем его домой бабки чтобы она опять его в дурку упекла мне это не нравится что тебе не нравится когда из тюрьмы звонят не нравится что тебе говорят сказали свету надо увидеть не нравится блин погодите а кто такая свет тихо ты мамы вот в этой серии вы даете всем четко понять что жизнь в 90 она не была яркой безоблачной как было в первых эпизодах мир дружба жвачка здесь постоянно какие-то семейные драмы людям приходится принимать сложные решения посттравматический стресс бытовой криминал вот что из этого было придумано а что взято из реальной жизни может быть кого-то из сценаристов продюсеров осветителей ну смотри мы все равно связаны пуповиной временем с девяностыми но периодически хоть мы подпитывались разными книгами фильмами и вот я точно помню мы читали в какой-то книге то ли она была биографическая то ли это было на основе реальных событий где с персонажем происходила вот эта история что у него мама заказала папу у них был бизнес ну прочитали ну прям классно же но страшно но классно и поэтому мы решили взять оттуда перенести сюда стало как в литое ты понимаешь и илюша заиграл новыми красками это вообще конечно одна из моих любимых историй когда мы делаем ресерч собираем материалы для работы у нас был илюша но мы не знали как мы понимали что он какой-то не фрик а странный мы не знали как он работает да особый парень но не хотелось знаете просто делать фрика в вакууме да вот он странный потому что он такой потому что да мы стали искать на что похожие вот то что мы уже придумали и вот это странное отсутствие понимания социальных норм поведения но как раз мы наткнулись на то что это один из признаков синдрома аспергера мы стали искать людей которые бы нам про это рассказали и я помню что нашел статью на каком-то журнале который где человек я журналист берет интервью у человека синдрома аспергера и рассказывает как мы живется вот в в реальной жизни какие трудности он испытывает и так далее я не мог найти нигде упоминания человека который дал интервью я написал этой журналистке говорю может а вот у вас выбрали интервью а вы можете дать мне контакт человека потому что мне очень хочется не поговорить мне нужно выяснить какие-то детали и так далее хочется подойти к этой теме бережно и журналистка мне говорит сначала долго отнекиваясь нет но там может быть но я не знаю поужинаем много играть типа вот это все зачем вам это нужно ну типа вот чтобы все было честно и бережно ну играть я просто вопрос да вы ему передадите да задавайте вопросы мне этот как бы я взял интервью сама у себя подожди а была статья именно да видео она просто взяла в такой форме статью что как она сама как будто самой сама у себя брала интервью на самом деле просто это был монолог автора она да она человек синдрома спергера нельзя сказать что знаешь люди строго спергера и страдает конечно им тяжелее в каких-то моментах встроиться но в принципе это все этом с тремя людьми брал интервью это все довольно успешные люди и очень интересно для меня история окончательно зажива когда как на собаке как на собаке когда она умерла когда у нас родилась вот эта строчка когда же не говорит вот почему он такой странный про илюшу когда для нее это стало и а санька говорит нормальный он это такая вроде бы простая фраза в проброс но на самом деле она стала каким-то символом вот дружбы и заботы абсолютно искренней вот они считают его нормально почему долго задавали себе вопроса почему они с ним дружат потому что не считает его нормальным они считают его хорошим другом настоящим и в принципе илюша отвечает им взаимностью за это это интересно ты расскажи ты же встречался с этими людьми да вот он встречался с людьми вживую я встречался с одним мужчиной исключительно на сценарии вот он родом из югославии допустим и он как раз нет загасаем сейчас вице-директор какой-то очень успешной рекламной фирмы международной и он рассказывал что как раз у него синдром аспергера и он был вот илюши в 90-х то есть он это примерно его возраст игры что никто ему синдром диагноз этого не поставил в 90-х не было такого диагноза вот я тоже в этом то что аутизм появился как будто лет просто сказали что тип но это он такой так объясняли а на самом деле он уже выяснил это потом когда у него родился ребенок и он ребенка павел к врачу и у вас у вашего ребенка похоже что да он аспи вас ничего такого нет нет а выяснилось в итоге что да он всю жизнь с этим прожил и возможно он из этого сделал какой-то плюс даже себе да но он говорит очень смешную историю я в какой-то момент подумал что я потрясающий психолог я вдруг понял что я могу прочитать людей и понять как они себя ведут в той или иной ситуации а потом и говорит я понял что на самом деле все остальные кто меня окружает делает это автоматически на каком-то абсолютно инстинктивном уровне то есть мы понимаем что я на тебя смотрю понимаете сейчас становится скучновато да то что какие-то такие моменты а синдром аспергера трудно считать эмоции другого человека трудно даже долго держать зрительный контакт это проблема с эмпатией в том числе может да отчасти они при этом очень могут как сказать по настоящему чувствовать что абсолютно и спокойно жить просто они не понимают каких-то социальных норм вот рукопожатие или зачем здороваться с человеком утром если вы засыпали в одной квартире ну то есть если в одном помещении заснули проснулись зачем здороваться вы же не на как бы не расставались вот и так далее то есть когда поняли что это лишь такой мы отмотали в на это уже была пятая серия то есть илюша у нас существовала уже четыре серии мы отмотались назад переделали его так чтобы все это работало и ну естественно дальше уже мы понимали что у него этот синдром и соответственно он должен в каких-то особенно окстребальных ситуациях вести себя по-особому вот собственно говоря вот илюша в нас и этой м Mittel у любите чувствуждаем мы его любим не мы любим и и илюша родился именно вот в этой серии и но потом он соответственно до этого-то был просто какой-то до фрик а потом он стал вы piLook который своего со своими особенностью своей трагедией своей болью своей правдой, и поэтому рождение Илюши родился здесь. Саша уже рассказывал, что у вас в авторской комнате была некая условная красная кнопка, которая запрещала людям слишком много рассказывать и ностальгировать, рассказывать какие-то личные истории из 90-х. Как вообще она появилась, эта красная кнопка, и после чего? На самом деле не совсем. У нас вот в авторской комнате не было красной кнопки. Есть еще период препродакшена, когда вся группа съемочная приходит, и вы все вместе читаете сценарий, чтобы каждый понимал правильно, что в нем происходит. Каждый задал вопросы по своей задней ответственности. А вот костюм задает такие вопросы, а реквизит задает такие вопросы. Вот там, да, была красная кнопка. Если бы у нас кнопка была в авторской, мы бы не написали. Это было бы за странным. Мы ни одной бы вообще. Плёх, ну хватит. Не рассказывай. А вот у меня была история. На истории было много, да. Ну и постепенно мы, конечно, обрастали артефактами из 90-х. Наша авторская комната. Ну, там понятно, что мы были самыми главными артефактами из 90-х. Я, Петя и Саня. Сколько вам было в 93-м? В 93-м нам было где-то, ну, близне одного года, да? Ну, тебе было... Мне было 11. Мне было 12. Ну, это мы. Это мы, да. И изначально, когда Антон Щукин принес эту историю, там и были 12-летние ребята. Но потом мы подумали, что для тех, наверное, историй, которые мы бы хотели рассказать, ребята должны быть немножко постарше. Ну, и найти актеров в 12-летней было бы гораздо сложнее. Мы с этими-то намучились, значит, в классных. Насколько тяжело, кстати, было с молодыми ребятами? Вот именно из-за этой дистанции? Была какая-то? Нет? Да... Нет, наверное. Говорю, что они каких-то вещей не понимали. Ну, просто вот в силу того, что они... Это огромный пласт культурный прошел мимо них. Но в целом, блин, опять же, мы поднимаем какие-то универсальные темы, которые... Им понятно тоже. Да, там, если юмор, он был такой достаточно. Ну, может, он сказан немножко с использованием лексики того времени. То есть, приходилось им глоссарий расширять. Это... Это законно. Это законно. Расширять глоссарий. Это законно в авторской комнате расширять глоссарий. Вот. Но они спрашивали, вот вопрос был, наверное, вот я не был на съемке. Интересный момент, когда они играли и будут играть в квадрат. Это была очень крутая игра. Да. А, нет, не было. Подожди, это... Это не спойлер. Ну, ладно, короче, они, этой игры у них нету. У вас был этот квадрат? Да, конечно. Ну, это же базовая игра. Где-то она в какой-то момент... Стартерпак. Существование. Наверное, когда появилась FIFA какая-то уже более мощная, то уже она в квадратах... Три банана? Или как это? Нет? В три банана. В три банана как будто это плохая игра. Три банана. У вас не было? Ну, и у меня не было тогда. Ну, возможно, будет. Не знаю, сейчас закончится сегодняшняя история. Может, тремя бананами настроя. И дождемся, пока актеры повзрослели. Слушай, вот вопрос. Я только вот буквально несколько часов назад узнал, что когда они играют эту сцену из третьей серии с собакой и дают имя Лесси, они думают, что просто это красивая собачка. Да, мы это обсудим. Я говорю, вы понимаете, почему ее так зовут? А они говорят, нет, просто имя. Они даже не знают породу Колли. Вообще. Но я опять себя почувствовал, мы ведемся как деды какие-то. Да, конечно, конечно. Колли не знает. Вот в наше время. Реально, куда пропали Колли? Я вот не видел ни одной за последние... Да воробьи куда-то начали исчезать, понимаете? Воробьи тоже, да. Возможно, зрение начало падать, понимаешь? Воробьи нормально, а вот со снегирями реальная проблема. Снегиря, да. Но зато мы знаем, куда пропадают вороны. Давайте поговорим... Все вороны попадают... Вы ничего не докажете. Нет, мы тищем. Давайте поговорим вообще о работе в авторской комнате и как построена работа. Например, у вас есть уже пилот. Как вы думаете, как все должно развиваться дальше? Ну, там вот здесь была новая для нас метода, потому что мы с Аней работали над другим сериалом, где, в принципе, был таймлайн сезона, и мы понимали, что где-то в середине произойдет вот такое приблизительное событие и в конце это приведет к какому-то такому финалу. И вот эти точки мы, да, соединяли ну, зигзагами, так могли, так. А тут Петя сказал, давайте по-другому, мы вот будем... Написали конец, ну, в смысле, написали серию первую, все, теперь давайте кидать там, условно, камень, куда может двигаться сюжет второй. Мы пришли туда, посмотрели, ну, да, здесь хорошо, давайте здесь останемся. Или там, что-то близкое, встали здесь, да, вот нормально. Кидаем снова камень. То есть вы не знали, куда идете? Вообще, я говорю, Петя, давай подумаем, куда мы идем. Чем все кончится? Пойдем в ресторан. С этого началось знакомство. Вот, нет. И вот каждый раз мы не знали, чем закончится абсолютно до последнего. И были разные финалы. Говорю, Петя, давай поразмышляем. Их захватывают пришельцы. Он говорит, давай. Вот. Я пошучу еще раз. Нет, на самом деле, да, это совершенно какая-то другая метода, потому что мы привыкли, я недавно слышал это слово, прекрасное, примитивно к сценаристике, легарто, знаешь? Легарто, легарто. Вот чем мы занимались четыре года. Плавный подход. И мы как бы так привыкли, что мы очень плавно и в предыдущем своем проекте подводили, то есть мы понимали структурированно, к чему мы идем. Нам нужны были опорные точки, чтобы на них уже сверху накладывать историю. А здесь, он говорит, давайте так попробуем. Принять это было изначально тяжело, но этот метод, он требует какого-то, знаешь, абсолютного доверия в авторской комнате. То есть мы все вместе такие, да, я верю вот в этого чувака, я верю в этого чувака, мы отправляемся в прекрасное путешествие. Хрен знает, куда нас выкинет, может быть, нас разобьет о скалы и нас один раз разбил об скалы со страшной просто силой. Мы раньше просто поработали по схеме мы знаем реперные точки, да, а тут пришел Петя, не знаю, как он писал, Петя до этого закончил Звонить Ди Каприо, и такое ощущение, возможно, он принес это оттуда, вот поработав там с Жорой Крыжовниковым, возможно, вот у них какая-то... Жорень хребковый, да, такая импровизация легкая такая даже. Ну да, возможно, то есть у них кто, хотя я не знаю, вот потому что там финал такой мощный и возможно ради этого финала все и затеивалось. Вполне возможно. Ну тоже, но Петя предложил так, мы подумали, ну давай попробуем, мы в принципе вот так писали, то есть такая была такой способ формирования серии, что мы не знаем, что будет дальше. Давайте друг друга удивлять. Давайте. В сериале затрагивается много проблем, потому что в 90-х было много проблем. О чем было тяжелее всего рассуждать и вообще о чем писать? Ты когда затрагиваешь что-то очень важное для себя и тебе нужно этим поделиться с окружающими в авторской, ну чтобы история получилась, чтобы все могли написать, чтобы она для всех сработала, нужно делиться, делиться прям вот из... Вывернуть себя. Да, из какой-то прям боли. Ты как будто эти люди для тебя в этот момент семья и ты можешь им рассказывать абсолютно все, то, что ты даже возможно близким людям не можешь рассказать по какой-то причине. И в тот момент, когда ты личную историю рассказываешь, ты по идее должен с ней как бы чуть-чуть от нее отстраниться, с ней расстаться. Это самая тяжелая часть, потому что ну ты отдаешь ее другим и другие будут с ней что-то делать. Это болезненное ощущение. И ты до последнего сопротивляешься. Просто один момент. У нас пятая серия кончалась не так, как сейчас. В сценарии у нас пятая серия был еще в конце флешбек в историю с маленьким Аликом и молодым Сан Санычем на той самой пристани, с которой Алик, собственно, прыгает и пилует к этой лодке. И Алик... Они ловят рыбу вдвоем, Алик ловит маленькую и в этот момент понимает, что рыба мертва и он пугается смертью. И Сан Сан почему-то говорит, типа, не бойся, пока я жив, с тобой все будет хорошо. Это та же фраза, которую Алик говорил у Саньки в первой серии. И это немножко личная для меня история. И она... Вот мы от нее отказались. Отказаться от нее было очень болезненно. Очень болезненно. Но я понимаю, что это было необходимо, потому что она слишком личная. ее трудно перевести на общий язык, чтобы каждый зритель ее понял. И вот когда ты касаешься вот таких вот жизненных историй, которые касаются лично тебя, это самое тяжелое. Как много личных историй у нас? Слушай, ну там покопаться хватает. Вот ту же самую историю из третьей серии, когда Женька ставит Саньке музыку по магнитофону. То есть это принес Петю, вот какая-то барышня за ним ухаживала именно так. За ним? Именно за... Ну, ходят легенды. Петя мог приврать, конечно, Почему он себе так и не сказал? Наоборот, да. И у него магнитофон, оказывается. Он говорил, что жили небогато. Но... То есть какая-то барышня ухаживала за ним так, и он сказал, ребята, это же классно, это же классно. Мы такие, да, это классно, давай возьмем. И в принципе так какая-то жизнь в этой сцене появилась такая. Вот. Были, конечно, больные темы, но нам наваливали многие. Кто... Антон Щукин постоянно приходил, он откуда-то приносил историй. воплощалось вот как... Как в жизни. Да, в жизни, да. Ты в сценарии. То есть мы ее... Вот даже история с предательством деда, то, что выяснилось, что он оказывается, да, у него есть... Это было самых... Не знаю, вот как раз в его истории это было самое классное, что он сразу стал настолько объемным и прямо настоящим. Так вот, эту историю, по-моему, тоже притащила своего прошлого Петя. Возможно, я уже путаю, но возможно история была... Он точно про деда рассказывал, что у деда была такой секрет, тайна. Она бытовая история была, но от этого деда... Он был злой, из-за этого не буду я рассказывать, это Петина история. Но мы подумали, что вот человек живет с каким-то грузом какой-то ошибки. И вот мы подумали, как это можно реализовать, и реализовали через его военное прошлое. То есть это тоже где-то... Это что-то настоящее есть в этом. То есть это мы не особо... Мы просто переформатировали настоящую историю. Ну, как правило, мы, конечно, стараемся рассказывать свои истории. То есть то, что происходило с кем-то из нас или с наших близких родственников, друзей. Тут, мне кажется, вопрос, с какой оценкой ты подаешь эту историю? Это важный момент, потому что мы вообще при написании закладываем себе один пустулат, что мы всех персонажей, которых пишем, мы любим. И к любому персонажу подадим, мы их всех очень любим. Соответственно, мне кажется, что эта любовь, она распространяется и на тех людей, которые поделились с нами этими историями. Да, это классно. Когда люди несут нам историю, они, в принципе, понимают, что мы можем их использовать. Ну, не против них, но мы можем их использовать. То есть, если не хочешь, чтобы это где-то всплыло, не рассказывай. не разговариваться с юристом. А ничего им не рассказывать. Но самое смешное, что часто люди просто даже не узнают себя. Вообще не узнают себя. Не узнают себя. Кто? Я тебе потом расскажу. Хорошо. Я не узнал себя. Это про это? Не узнал. Ну, что там? Были какие-то истории, которые были классными, но помимо момента с воспоминанием, которые не вошли в сериал по той или иной причине? Это, опять-таки, вот эти слишком личные истории? Нет, если вначале рассказывать, что не вошло, нам не хватит, а в ваших айфонах они запылятся и рассыпятся, потому что это годы пройдут. Это новый айфон. Ну, я тебе не поможем особо. Но самое любопытное, что, может быть, есть же такое, когда в процессе разработки проекта ты прирастаешь к этому материалу и очень болезненно... Ну, смотри, смотри. Есть вот идея, идея, от которой загорается олимпийский, не знаю, загорается олимпийский огонь. А есть идея, от которой загорается бенгальский огонечек. И он радует только тебя. Бенгальский огонек для сценариста. Да. И понимаешь, таких у каждого из нас было точно много, что от них загорелся только он, и он ходил такой до ребят, ну, пожалуйста, ну, тоже давайте. Он говорит, иди, отдыхай, потуши, факел, и возвращайся. И если бы, например, в идеальном мире было бы, наверное, очень много... У каждого было бы своя мир-дружба-жвачка. У Сани немножко своя, со своими там, у меня со своими. Вот у меня мне очень нравилась одна и своя идея, потому что я однажды узнал, как сценаристы... Был сериал 80-е, помните, да? И сценаристы мне рассказали, какая у них была задумка, как он должен был бы по их идее заканчиваться. Тоже бенгальский огонечек. И, по идее, главные герои сериала сидят в кофе, и в этот момент заходит Саша Белый, Фил, Космос, и вот они как бы вносят 90-е... Перелете с тафету. Все, да? И я подумал, как это... Ну, мне очень понравилось, во всяком случае. Вот. И я подумал, как бы тоже так сделать. Я подумал, что вначале вот тизер «Мир дружбы жвачков» в моей голове должен был начинаться так, что едет тачка... Идут наши герои, гуляют, останется Бэха, опускается окно, а там Фома с психом. И они такие, о, пацаны, как из вашего городишки в Москву выехать? Они такие, ну, вот туда. А вот в момент из багажника там «Бу-бу-бу». Они такие, ну, давайте, пацаны. Тачка уезжает, они такие, блин, вот на такой бы Бэхе прокатиться, а потом выяснится, что в городе украли банкира какого-то исчез. Вот. Я подумал, что неплохо было. Я ходил, говорю, «Ребята, это бомба, это будет очень круто». Написал Магиев, он на него снимается. Да. И, короче, вот они так посмотрели, сказали, ну да, ну да. Вот. И вот эта идея не вошла. Нет, много не вошло. Например, у нас была массовая драка бандитов в четвертой серии. Ой, да, это прям беда бедовая. В четвертой серии. Это вот финал, когда приезжает отец к Алику. Да. И расстрел этот. Мы придумали себе совсем другую историю. Мы придумывали, что Алик и Зураб спорят из-за рынка, и они решают его разыграть в поединке. Как в 90-х драка должна была. Раз на раз. И Зураб там своего бойца ставит, Алик решает драться сам. Вот. И мы жили с этой версией очень долго. Практически там чуть ли не до самых съемок. Да, и там история должна была быть, что вот Алик, там какой-то Булоян должен был выйти против Алика, который понимает, нет шансов. Ну нет, там просто ни одного шанса. Там просто это Танос. Только Булоян. Вот. И в итоге кое-как Алик его дед, дед. И в этот момент приезжает отец с ружьем, и он расстреливает его. Соответственно, Алик не выигрывает из-за деда, и, соответственно, начинается новый передел рынка. Ну, вот такая у нас была история. Мы очень, у нас это очень радовало просто. Это такая притчевая история просто. Вот, да. Так, честно. Давид Гриа, помочь, приезжает, батя Тарас Бульба, все там вместе. Это библиотека, учебник русской литературы за девятый класс был в одной серии. Но потом мы пообщались с консультантами по опасному бизнесу в девяностых. И они сказали, ребята, ну, никто бы вот так не стал выяснять отношения. Слишком открыто. Да, ну, кто бы пошел, там, предводитель Кавказа. Леша выбирает очень мягкие выражения. А нас просто за все эти наши придумки. А консультант по опасному бизнесу в девяностых Мы к нему не ездили сами, потому что мы его очень забоялись. У нас был сказали... Это бывший бандит? Бывший бандит, да. Есть такие люди, бывшие бандиты, которые сейчас работают тем, что консультируют сценаристов различных телеканалов. И у нас был... У Пети был знакомый, который с ним близко общался. Он за ним был знакомый, который с ним близко общался. Да, и мы дали ему телефон, включили гектафон, сказали, едь, разговаривай. И он ездил, и тот, конечно, говорит, ребят, это вообще... Никто бы не позволил на таком поединке один на один что за бред. Вопрос был весь в деньгах. Это настолько не соответствует реальному жизни, но так нас радовало, что... Это же кино. Нет, мы тоже думали, что кино из всех уголков консультанта было много. Слишком много. Да, да. Нельзя идти, когда ты рассказываешь что-то... Даже если ты вообще придумывал абсолютно свой мир со своими законами, когда ты нарушаешь какую-то фундаментальную правду, вот если бы мы это сняли, мы бы разрушили фундаментальную правду. И здесь можно было бы прощаться с сериалом вот сразу. И серия не стала хуже вот из того, что приезжает отец, то есть это прям какая-то одна из лучших сцен сезона, но вот у нас была в голове какая-то массовая драка, и нас это очень радовало, мы очень... Да. Это тоже из того, что не зажглось. Насколько сериал получился таким по настроению и по сюжету, как вы его хотели? Потому что же часто бывает, что после монтажа ты видишь, что вообще все по-другому, как будто, ну, сам посыл. Насколько есть разница между тем, насколько стало хуже или лучше? Не, ну стало, мне кажется, лучше. В разу. Да. Потому что есть были какие-то моменты, которые вот режиссерский музыкальный гений Илья Аксенова, он так проложил, что я думал, ведь вы вот не писали про это, а вот и про это получилось. И думаешь, вот это мы молодцы. Музыка это очень круто. Илья как-то вот нашел это особенно именно в пятой серии, потому что вот он нашел эти две параллели «Люби меня, люби» от гречки и от отпетых мошенников, и они так легли, и когда Алик разносит топором жилища отца, там, «Люби меня, люби», он ведь именно этого и хочет, он хочет, чтобы отец его любил. Новое прочтение этой песни, да, абсолютно классно. Да, это очень здорово было, и он искал это очень долго, потому что в черновом монтаже финал пятой серии был такой, просто лодка, он откачивает, и тишина. Я, помню, посмотрел, и все, я не понял, а что это? И мне было страшно, непонятное ощущение после вкуса серии было, да, именно такое. Мы вместе смотрели. Тихо. Три банана. Три банана. Первый тур. Вот, и смотри, и Илья, он искал, он потом все это, он говорит, все, ребята, у нас это группа в WhatsApp, он, я все, все, можете посмотреть. Мы такие, все, Илья, смотрим, посмотрели. Он говорит, нет, не смотрите, я придумал новую, 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 все, не смотрите, это забудьте. Мы все, Илья, мы забыли вообще, ты кто? Все, нет, вспомните, это забудьте, новую. Мы посмотрели, нет. И потом, когда вот нашел И послевкусие от серии Когда люби меня Отпетые мошенники и ребята сидят там Кварцуются, и я такой Блин, только же дед умер, ну ладно Песенка хорошая В меня попала просто Это вот музыкальный гений Илья Аксенова Илья, ты боже Музыка и квадрокоптеры это просто вот все Илюха Да он это все придумал Квадрокоптеры говорят Илюха изобрел Да, именно в этой И архитектуру Было ли какое-то у вас деление внутри сценарной группы Что кто-то отвечает За детские линии Героев детей, кто-то за криминал Или это было все Не, ну писали мне все равно вместе Но у кого что лучше получалось Например у Пети точно Семейные истории, вот он в них Прям насосом рука мастера Федор, Надежда Да, и вот он говорит так, ребята Чувствую фальшь А, это же очень смешно Мы с Лехой выходцы из ситкома Прямо драма Поэтому для нас драма была новый жанр И мы Очень хотели в нем поработать Но возможно не знали каких-то правил А у Пети есть профессиональный почерк Герой плачет Это нас разрывало Это постоянно, что бы ни происходило В конце серии У него правило И ремарка Герой плачет Петя, какого? А он же плакал уже в этой серии Дважды Почему он опять плачет? Я ему казал, что когда герой плачет Это вообще классно Он любит, когда герои плачут Мы с Аней плакали Ему тоже Говорят, ребята, вы же тоже плачете Мы ходили по сценарию За ним вычищали Не плачет, а делает что-то другое Мы удаляли А он возвращал Герой стирает И это такие В итоге плачет, конечно, герой в разы меньше Чем в его версии Но это как-то распространилось Потому что это дает какую-то Прям вот эмоцию Даже если Надежда там не плачет Поверьте Петя считал, что она плачет в этот момент Я зато знаю теперь Чтобы сценарий понравился Пете Внукову Нужно в конце всегда делать, что герой плачет Конечно Это обязательно Да и мы уже начали в эту сторону подглядывать А ведь работает Хотим переснять все из рук Где он всегда в конце плачет Там он плачет в начале Все время плачет Да, вот и поэтому Пете Вот ему точно это удавалось И вот это было его Мы всегда прислушивались Когда он говорил Ребят, здесь вот фальшь Почему-то вот они Надежда и Федор так ведут Давайте перепридумываем Мы перепридумывали Я, соответственно, и вот Изучал там Илюшу, например Да, он ходил, общался с этими С кем-то еще общался Ну, хватало Вот, и поэтому я говорю Вот Илюша повел бы себя так И парни говорят А кто ее Мне тебе доверяют Да, типа это то Леха говорю Афганцы вот на самом деле так Красный тюльпан Вот такие Леха Красный тюльпан Похож на обман Я перепутал с желтым Это мог быть клик Песня Клик Сериал в какой-то момент Из солнечного В первых двух сериях Начинается Он начинает вдруг Быть более мрачным Это как раз влияние Петра Внукова Или это Мы же не планировали Мы не знали То есть как бы У нас все могло закончиться Спойлер 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 А, ну вы Сейчас Ладно Вот, ну нет Тогда что Почему он такой стал Ну потому что Мы шли от серии к серии И почему-то Мрачнели и мрачнели Тучи Ты не можешь не повышать ставки Иначе не интересно смотреть То есть оно должно как-то Ну и в принципе Мы сгущали краски Да, над героями Опять же Чтобы и зрителям Было интереснее смотреть И нам было интереснее Так писать Это был Мир, дружба, жвачка Подкаст Сегодня у нас Были в гостях Сценаристы сериала Алексей Иванов И Александр Белов Парни, спасибо вам большое Успехов сериалу Мы с нетерпением Ждем следующих серий И слушайте наши подкасты Пока Предлагаю закрепить нашу дружбу За мир За дружбу За жвачку Давайте За то, чтобы мы живы О, начинается